Здравствуйте, дорогие зрительницы, рукодельницы. И сегодняшнее видео у меня будет направлено именно для целевой аудитории тех людей, которые приверженцами являются экологичного стиля жизни, немножко страдают такой болезнью, как захламленность у себя старыми вещами в доме. Я считаю, это не порог, это экономность, потом возможность творчески себя проявить. И хотелось бы сегодня рассказать вам, как можно утилизировать старую одежду, создавать при этом интересные вещи, практичные, которые вы можете использовать в своем домашнем хозяйстве. И плюс ко всему еще и практически в ноль. Ну, давайте начнем с вами со старой вещи. Вот, например, у вас есть какая-то старая вещь. Носить вы ее уже не можете, потому что она потеряла свою форму, растянулась, цвет уже не такой. Первым делом постирайте вашу вещь, потому что, когда вы будете работать со скутками, они так какое-то время будут лежать, поэтому запах может присутствовать, такой затхлый белья. Постирайте, вещь должна быть чистая. Что можно сделать с этой вещью? Ну, если вы не сторонник того, чтобы хранить старые вещи, первый ваш шаг взяли в пакет, выкинули на мусорку. И я вас прекрасно понимаю, потому что в моем окружении есть масса людей, которые так же делают, так же и поступают. Второй вариант. Вы можете порезать эту вещь, если она мягкая, на тряпочке, окна вытирать, где-то за животными что-то вытереть. Тряпочки всегда в хозяйстве нужны. Кто-то их покупает в магазине, кто-то использует из своих запасов. Ну и третий вариант. Третий вариант. Вы можете это использовать в своем творчестве и давать волю своей фантазии и идеям. И вот посмотрите, у меня вот здесь это все мои старые вещи, которые я не выкинула. А так как я являюсь на данный момент, я говорю про сегодняшний момент, приверженцем экологичного стиля жизни, я это утилизирую и создаю интересные вещи. Я вам в начале видео сказала, что я утилизирую под ноль. То есть мне в этой вещи нужны определенные части, которые я могу разрезать на полосочки или на треугольнички, квадратики и так далее. Но кроме этого, у нас же есть, например, вот места, где мы по швам, где сшито по швам, вот эти вот части. Что с ними сделать? Я же должна в ноль выйти, поэтому мне нужно сделать так, чтобы ничего не оставалось. Что я делаю? Я это отрезаю, и у меня остаются вот такие полосочки. Ну, хозяйки, которые знают, что в доме может все пригодиться, они сразу поняли мою идею. Мысль так, что этими веревочками можно подвязывать растения, овощи. Лично мне они нужны. На моей клумбе есть цветы, которые, когда распускаются, они довольно тяжелые, и мне нужно их подвязывать. Или иногда мы садим еще помидоры, а помидоры, когда плоды у них появляются, тоже они довольно тяжелые, и нужно ветки подвязывать. Поэтому вот это все я буду использовать для подвязки растений. Скажете, вот еще чего не хватало резать, чтобы использовать. Можно, конечно, купить джутовую веревку в магазине, пожалуйста. Но можно же и вот это использовать. Мы же, если за экологичный стиль жизни, то мы должны экологично все использовать. Ну вот, это у нас одна часть. Потом я буду резать, 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 и у меня останутся абсолютно маленькие кусочки, которые никуда уже не приспособить. Ну вот эти кусочки, например, я собираю. Уже много у меня работ было. И с этих работ, вот сколько я такое количество насобирала, спросите, а зачем мне эти маленькие кусочки нужны? А у меня идея, я хочу сделать сидушку на стул, подушку, которую можно на улице положить на открытом каком-то пространстве и сидеть. Дома, конечно, для домашнего интерьера я бы это не использовала, а для уличных каких-то изделий вполне можно использовать. Кстати, еще могу показать одну идею. Если у вас какие-то маленькие лоскутки остались, вы можете сделать какие-то декоративные элементы, которые будете использовать потом во всевозможных декоративных ваших изделиях. Вот это у меня заготовка. Я просто разные лоскутки в форме цветочка вот так сшиваю. Потом я вот здесь могу какую-нибудь бусинку прицепить. И если вы видели видео, где я декорировала пасхальных кроликов, то потом наступит момент, когда мне потребуется какой-то декоративный элемент, и я могу кролику это приспособить. Или, например, вот такие вот маленькие, тоже я их вот так вот собираю. Это также можно для декорирования каких-то декоративных вещей использовать. А потом можно, например, делать интересные декоративные штучки, которые как топеры для цветов можно использовать. То есть можно придумать интересную форму, потом на палочку эту штучку приспособить, и будет красиво стоять в ваших цветах и растениях. Ну и непосредственно уже к самому главному. Это же все остатки, мелочи, которые у нас оставались. А самое основное у нас это те полоски или треугольнички, которые у нас задействованы в работе. И вот вам хочу показать одну идею. Это с треугольничками из... Ну где-то у меня по большей части здесь были треугольники, а по меньшей части иногда у меня какие-то квадратики, прямоугольники. Вот у меня осталось от чего-то... Остались такие маленькие части, и я их пришиваю. Использую здесь декоративную стежку. Для стежки обычные разноцветные нитки. У меня их вот здесь вот много. Я специально по цветам не подбираю. То есть какая мне попалась, такая и попалась. Главное следить, чтобы сильно не сливалось с остальным цветом. И вот так вот наметываю и сразу пришиваю. И получается у меня вот на наволочке... Кстати, о экологичном стиле жизни основа у меня это наволочка, которая вышла из употребления, порвалась. Опять же, два первых варианта, как я в самом начале видео сказала, либо третий вариант мы ее пускаем в дело. И вот у меня наволочка пущена в дело как основа для вот этого моего произведения, так сказать. И вот таким образом я буду это все нашивать, эти треугольнички. Если посмотреть видео других рукодельниц, то здесь что-то есть от техники пэтчвок. Но в моем варианте это не на машинке сделано. Это все руками пришито. Я для себя назвала эту технику калейдоскоп. То есть, если посмотреть на вот эту всю картинку, это похоже на картинки калейдоскопа, которые вы видите, когда вы крутите калейдоскоп. Это если вы с треугольничками, то есть самыми мелкими деталями работаете. У меня есть также видео, где я показывала, как я из полосочек ткани нашиваю и делаю на наволочках, на полотенцах. Кстати, вот полотенце тоже было ненужное. Кто-то скажет, полотенце испортило. Но сколько ему еще быть? Оно не дырявое, оно нормальное. Но вид она уже свое потеряла. И я его использую как основу. У меня есть масса видео, где я в разных вариантах вот это притворяю жизнь своей идеей. Показываю различные возможные рисунки, формы. И вот я начала новую свою работу. То есть, если вы обратите внимание, у нас на полотенце уже изначально есть вот такие квадраты, где-то прямоугольники. И я начинаю из вот этих полосок нашивать в этот квадрат, делать форму. Причем на этот раз я для себя взяла за правило, что каждый квадрат или прямоугольник у меня будет однотонный. То есть, вот здесь один цвет, здесь другой цвет. Здесь я включила белый. С белым я особо сильно не работала в предыдущих работах. Вот я подключаю белый цвет, но я меняю нитку. Меняю нитку на черную, потому что на белом белое это не будет смотреться. А вот здесь у меня идет белая нить, потому что она тогда вот как бы визуальную какую-то картинку дает. Вот дальше я еще не знаю, будет это у меня все осуществляться. Заполняются квадратики. И я буду нашивать полоски, либо я во втором ряду перейду на пришивание кусочка ткани и потом декоративную стежку. Эта работа начата мною несколько дней назад, поэтому процесс еще в голове полностью в определенную концепцию не улегся. Я не могу сказать, что в финале по окончанию получится, но то, что я буду продолжать делать такие квадратики и прямоугольники, это да. Посмотрим, до чего я додумаюсь во втором ряду и во что потом это превратится. Вот таким образом, возвращаясь к нашей теме, изначально, как мы с вами начали говорить о том, что экологичный стиль жизни и подход к старым вещам, вы можете на моем примере конкретно посмотреть, вот как можно взять просто вещь. Кстати, и вот эту вот здесь есть замок молния. Его потом можно куда-то пристроить. Я еще этим не занимаюсь, никуда не пристраиваю. Я отдаю маме, мама может куда-то там пристроить. И вы увидели, что можно взять вот старую вещь и не выкинув, что из нее сделать, и я действительно ушла в ноль. И если вы захотите со мной поспорить, но здесь спорить-то не о чем. Вы прекрасно видели, что здесь мелочь для сидушки, для какой-то подушки, для улицы. Здесь у нас получились обрезки, которыми мы можем растения прикреплять, подвешивать что-то. Там можно просто что-то завязать этими тесемками. Но самое основное у меня уходит на создание моего вот этого труда. И, кстати, некоторые говорят, а зачем это нужно? Ну, мы говорим о том, что эти вещи мы используем за пределами своего живого пространства. Там, где мы едим, спим, проводим большую часть времени. То есть, это внешняя часть нашего жилища. Это может быть балкон, это может быть дача, это может быть какие-то садовые. Садовая какая-то мебель может быть. Но почему бы там не использовать и тоже не делать это красиво. Кстати, был один комментарий. Кто-то написал, что хорошо такая вещичка в будку собаки. Вы знаете, этот комментарий меня, если честно, даже немножко насмешил. Но в таком вот положительном ключе вы прекрасно понимаете, сколько сил тратится на то, чтобы создать такие вещи. Я, например, когда вот эти квадратики и треугольники нашивала, ну, это уже долгосрочный проект месяца три я все это нашиваю. Сколько моего времени потрачено, сколько усилий, сколько ниток. И потом раз, вот, собачки или кошки. Да, я считаю, ваша кошка заслужила самую большую вашу любовь, когда вы ей сделали такую вещь. Поэтому вот этот вот комментарий, он, может быть, даже мой адрес звучал так, чтобы, ну, может, оскорбить, может быть, каким-то образом затронуть меня в негативном плане. А я на него посмотрела с другой точки зрения, с точки зрения любовь к животным. Вы, если некоторые следите за жизнью на нашем канале, вы обратили внимание, что у нас с недавнего времени появились морские свинки. Эти свинки, это не наши свинки, мы взяли на передержку. И, конечно же, у меня чешутся руки, что-нибудь им такое интересное, мягенькое сделать. Но я прекрасно понимаю, что, создав какую-то такую интересную вещь для них, это я себе создам лишние проблемы. Потому что они не очень чистоплотны в том плане, что если они ложатся на подстилку, они могут замазать ее. И лучший для меня вариант, это мягкая тряпочка, которую я просто простернула, на балконе повесила, она у меня высохла. А если делать типа лежанки или какие-то там домики, ну вот они измажут это летом, да, тепло, оно может и быстро будет высыхать, в зависимости от того, какая у нас погода. Если погода мрачная и влажность, то я этот домик буду неделю сушить. В машинке я такие вещи от животных никогда стирать не буду, только руками. А зимой, если я буду использовать такие мягкие штучки для животных, но я себе создам проблему, от которой сама и буду страдать. Зачем мне это надо? Мне проще постирала вот эти тряпочки мягкие и положила им. Поэтому я не могу вот весь свой запас творческий применить для животных, потому что кроме свинок у нас никого нет. Хотелось бы, может быть я какую-нибудь лежаночку простенькую сделаю, небольшую такую, чтобы действительно можно руками было хорошо стирать и сушить. А так, да за счастье собаке иметь такую подстилку или кошке. Вы же кошку и собаку любите, соответственно, вы для нее покупаете хороший корм и хорошие какие-то игрушки. Но почему бы ей не сделать и красивую какую-то подстилку? Поэтому тот, кто пытался меня каким-то образом задеть, на самом деле этому человеку не удалось. Потому что я всегда смотрю в корень мысли и считаю, что если человек затратил столько времени, и это делал с любовью, с добром, с теплом, то он это же и переносит с этой вещью дальше. Значит, и вашей собачке или кошке очень сильно повезло. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы посмотрели это видео. Я не просто так сказала, что данное видео у меня направлено на целевую аудиторию. Те, кому это нравится. Поэтому те, кому не нравится, кто против старых вещей, ну не смотрите вы это. Ну зачем это вам нужно? Не смотрите и не пишите. Потому что многие напишут. А что писать, если тебе это не интересно? Вот я всегда как бы сравниваю с собой. И вам в некоторых видео говорила, ну неинтересна мне кулинария. Я этим не занимаюсь. Зачем я буду смотреть блогеров, которые что-то готовят, а мне это не нравится, я это не люблю. И я потом буду писать комментарий, вот ты не в такую тарелку это положила, не так размешала. Но я от этого далека. Мне это не нужно. Зачем я буду красть у себя время на то, чтобы смотреть и писать. А те, которые со мной вместе и следят за моим творчеством и за моим отношением вот в этой экологичности, в экологичном подходе к жизни, те меня понимают. Среди моих зрительниц есть, я это знаю, потому что я читала это в комментариях, масса тех, кто также собирает старую одежду, кто из старой одежды делает лежанки, подстилки своим животным, кто дома собирает всякие тряпочки, бусинки, брошечки, бисер, ленточки и так далее. Вот для этих людей моё видео. Я хочу этим людям показать, что я делаю, и показать свою идею. А мне пишут, вы тряпишницы, как это всё надоело, вот это вот ваше тряпишничество. Так тряпишницы живут своей жизнью и своей компанией, своим обществом. Если вы не тряпишник, зачем вы к нам приходите? Вот зачем вы смотрите и тратите время? Потом многие пишут захламление. Ну, такие мы и есть. Ну, вот болезнь у нас такая, ну, лечить нас надо, ну, лекарства нет. Единственный выход – всё собрать и на мусорку выкинуть. Ну, мы ж на это не способны, и наши родственники этого не сделают, потому что иначе мы очень сильно расстроимся. Ну, вот есть такая категория людей. Ну, мы добрые, мы позитивные, мы создаём что-то интересное, новое. Мы радуем, в первую очередь, себя. Да, а некоторые считают, что мы свой мир, в котором мы живём, мы перегружаем. Так мы для себя его перегружаем. Но перегружаем так, что нам в этом мире комфортно. Мы другого мира не хотим. Если бы мы не хотели, мы бы это всё выбросили. А мы это не выбрасываем. Значит, нам удобно, уютно и комфортно. Да, иногда это может напрягать. Я вам честно скажу, что я прекрасно понимаю, что в некоторых местах у меня идёт перебор. Очень много вещей. И их бы не надо, новые бы собирать и приобретать. Но это очень сложно сделать. Это зависимость такого рода. Я пока что к этому ещё не пришла, как с этим можно бороться. И среди вас, моих зрительниц, есть масса таких, которые также страдают от этого. Но, с другой стороны, позитив в этом какой? Мы заняты делом. Наши мозги отдыхают. Мы расслабляемся. Мы отдыхаем психологически. Это нас уводит от проблем, которые вокруг нас существуют. Но это самое лучшее лекарство без каких-либо вложений. А так, если у тебя проблемы начались с твоим здоровьем психологическим, это врачи, это лекарства, это страдает семейный бюджет. А тут старые вещички. Взял нитки, ножницы, иголку в руки и сам себя лечишь. Я больше чем уверена, что те, кто со мной на одной волне, они прекрасно понимают, о чём я говорю и разделяют. Вот для этих людей я это всё и говорю. С этими людьми я беседую. Те, которые не приемлят это, те, которые против, но найдите себе свою нишу и своё занятие и возможность выброса своей энергии туда, где вы себя видите. А вот в нашей компании я думаю, что лучше оставаться тем, кто друг друга понимает. Я благодарю всех зрительниц и подписчиц, которые нам пишут комментарии. Я понимаю, что положительные комментарии не всегда будут. Есть люди, которые в чём-то видят минусы, но минусы должны быть адекватны. Не нужно навязывать своё мнение, потому что каждый живёт по-своему, и наша жизнь, она принадлежит только нам. Поэтому, если вы и зашли, посмотрели, не надо своё суждение высказывать и пытаться нашу жизнь каким-то образом урегулировать или в ней что-то подправить, мы как и жили, так и будем жить. И ничто нас с этого пути не уведёт. А те, которые смотрят, пишут, и пишут нормальные, добрые такие комментарии, я им очень благодарна за обратную связь. Я понимаю, что то, о чём я рассказываю, людей интересует. Если кому-то нудно, кому-то долго, есть кнопочка «Стоп» или возможность перехода на другие видео, на других каналах. Рукодельницы знают, что когда занимаешься творчеством, смотреть одновременно и делать очень трудно. Лучше слушать и делать своё дело. Вот такую задачу я перед собой поставила и в некоторых видео преследую такую цель. Огромное спасибо всем моим зрительницам, кто на протяжении этого времени, а времени прошло немного, только в конце декабря 2023 года мы открыли канал. Я где-то в январе начала выставлять видео. За это время, конечно, значительно канал подрос. У меня появилась своя аудитория, которая смотрит, поддерживает меня. Им я хочу сказать огромное спасибо, пожелать всего доброго. Оставайтесь со мной, делитесь своими идеями, советами. Ну и давайте быть толерантными друг к другу. И лишний раз, когда ты что-то хочешь написать, лучше подумать. Вот не зря же говорят, прежде чем написать, нужно подумать. Консервативные такие вот заявления я считаю неприемлемым, если ты не в этой теме. Поэтому я рада буду обратной связи тех людей, кто со мной на одной волне. Всегда рада читать ваши комментарии. Вы знаете, что я всегда отвечаю вам. Вам на данный момент, когда вы смотрите это видео, я хочу пожелать всего самого доброго, светлого, с огромным удовольствием хочу пожелать вам творческих идей. Возможно, что-то у меня возьмете себе за идею. Возможно, на этой основе что-то свое придумаете. Живите в своем мире, получайте удовольствие от жизни и пусть все будет хорошо. С вами была Елена. До новых встреч. Всего вам самого доброго и светлого.